Телеканал Автоплюс приветствует вас на 13-й таймер галерели Сорокина. Сейчас нам по пути с уважаемым человеком, с реставратором, коллекционером, ветераном мотоспорта в СССР Виктор Сергеевич Мобеденский. Виктор Сергеевич, спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну, я хочу напомнить, кто не видел программы на нашем канале, посвященные Виктору Сергеевичу, у него в коллекции потрясающие мотоциклы, такие как Harley Davidson, Indian, Sundial, некоторые модели BMW уникальные, раритетные. Что-то новое появилось за последнее время? Знаете, я сегодня в настоящее время своей экспозиции на этой выставке не имею по ряду причин. Я работаю, продолжаю работать не так много, как хотелось бы, поскольку я уже человек не самый молодой. Я надеюсь, что к осенней выставке я смогу предоставить что-то новое, то, что я сейчас делаю. А если вернуться к вашей истории, может быть, опять-таки не все знают, что вы были в Америке, уехали в советское время в Штаты, отказались от советского гражданства, выступали там в гонках. И вас даже, с одной стороны, КГБ обвиняло в том, что вы уехали, а там вас не приняли. То есть такой свой среди чужих, чужой среди своих. Нет ли желания написать книгу, сейчас уже спустя, наверное, количество лет, так отмотав назад, посмотреть, как это все было, просто стать таким свидетелем истории? Желание есть такое. На самом деле, вы не совсем правы, я не отказывался от советского гражданства, у меня его просто отобрали, как у всех людей, которые уезжали. Это не было моей волей. Но написать, конечно, очень хотелось бы об этом. Мало того, я уже сделал наброски в течение многих лет, и они у меня готовы. И пока Господь меня бережет, и с памятью пока все достаточно прилично, то есть я могу это все воссоздать. И сейчас это приобретает актуальность, на мой взгляд, только потому, что такое впечатление, что мир идет по кругу. И сейчас некоторые проблемы, которые я видел тогда, 35 лет назад, в тогдашнем Советском Союзе, быть может, даже и сейчас они актуальны и встречаются. То есть написать об этом было бы интересно. Но поскольку я не профессиональный писатель, мне самому с такой задачей не справиться. Я должен обязательно буду прибегнуть к помощи кого-то из профессионалов, которые помогут мне это все положить на бумагу. Не могу не спросить, почему вы в такой форме, почему в военной форме сегодня? Я в этой форме появляюсь редко. Дело в том, что я вам уже говорил в нашей прошлой передаче. Мой отец Сергей Федорович вернулся с войны в чине майора. И я иногда, чтобы подержать память о нем, надеваю эту форму. На нынешней выставке выставляются в том числе и мотоциклы. Насколько это интересные машины с вашей точки зрения? Я имею в виду галерею музея задорожного, что-то из военной техники у Лены есть. Оцените, пожалуйста, экспонаты. На мой взгляд, выставка значительно более компактна, чем она была в прошлый год. И она, как мне кажется, умещается на территории в два раза меньше, чем была в прошлом году. И, конечно, я не знаю, чем Илюша Сорокин мне это не объяснял. Я этот вопрос ему не задавал. Но мне показалось, что он с достаточно большим трудом даже набрал желающих людей принимать участие в этой выставке. Какие-то, видимо, проблемы. Я не очень хорошо знаю, какие проблемы. Но многие люди, которые в прошлый год выставлялись, сегодня не присутствуют. Конечно, есть очень интересные экспозиции. В частности, мне не хотелось бы показывать пальцем на кого-то. Люди работают. Но, видимо, вот этот экономический спад, который во всем мире происходит, конечно, коснулся и этой отрасли, так называемых дорогих игрушек. Видимо, коснулся. То есть не все сейчас могут посвятить свое время любимому занятию, а, видимо, пытаются каким-то образом... Выжить. Да, сделать те движения, которые необходимы, чтобы просто выжить. Заплатить зарплату людям и поддержать, так сказать, должный образ жизни. А это уже, так сказать, развлечение. Вот такие вещи, как игрушки, это развлечение. Я так объясняю этим. И ты все-таки, что касается мототехники, вы обратили внимание на экспонаты этой выставки? Я обратил внимание на экспонаты. На мой взгляд, в экспозиции Вадима Задорожного делал эту работу Дима Лебедев. Очень хороший мотоцикл стоит BMW 57. Прекрасно, на мой взгляд, сделан. Я, правда, не очень уверен, что она уже работает. Но Дима этим и известен, что он делает так называемую выставочную модель. Видимо, это такое форс-мажорное обстоятельство. Он мог не успеть ее запустить. Но сделано хорошо. Это один из самых красивых мотоциклов, который был сделан в середине 20-х годов. Фирма BMW. Я считаю, что это очень хороший экспонат. А так, на самом деле, все остальные мотоциклы, которые стоят вокруг этой чайки, это советское производство. Киевский мотозавод делает скорость на эти мотоциклы. Быть может, лет через 50 они тоже будут очень редкими. Пока они такими, на самом деле, на мой взгляд, не являются. Но они очень эффектно смотрятся вместе с этой открытой чайкой. Там такая композиция из советских коридоров. Они как-то поддерживают эту историю. Недавно в Политехническом музее открылся большой красивый отдел, посвященный мототехнике. И что вы думаете об экспонатах? Вы знаете, к сожалению, я не могу этот вопрос прокомментировать, потому что я пока еще не был в этом новом отделе. Очень хочется побывать, но я не знаю, что сказать. А придумывать я не могу, не имею права. Ваши планы по созданию мотоциклетного музея? Как продвигаются дела? Реально ли это, в принципе, сейчас? Мотоциклетный музей – это не только моя мечта. Это мысли многих людей, которые хотели бы это видеть, хотели бы это создать. Но как со всеми вместе договориться, как объединить усилия, и как собрать финансовую базу, пока никто этот вопрос решить не может. Мне очень хотелось бы, чтобы очень многие интересные мотоциклы, которые на территории России сейчас находятся, остались здесь. Они уехали на Запад. И более того, очень хотелось бы, чтобы какие-то мотоциклы еще были привезены сюда. Я уверен, что это можно сделать, если бы таможенные проблемы несколько снизить на антикварную технику. Но, к сожалению, это все очень большая работа и зависит от огромного количества чиновников. И просто так, чтобы сюда что-то привезти, это будет стоить сумасшедших денег. Люди просто не понимают. Все считают, что мы занимаемся перепродажей, зарабатыванием каких-то больших денег на этом. А очень хотелось бы историю мотоциклетного движения во всем мире также передавать молодежи в России. А это можно только сделать при помощи экспонатов, потому что книжку не заставишь их читать. Они должны обязательно смотреть, видеть, как это работает, пахнет, как можно сесть, прокатиться, посмотреть, почему. Тогда это будет интересно. Еще и потрясающий рассказчик, вы знаете, не только об истории мотоциклов, но и того, что вокруг этих мотоциклов. И масса замечательных историй приобретения этих экспонатов тоже. Вы выходили с этой инициативой на более высокий уровень, я имею в виду не только со своих коллег-реставраторов, но куда-то приближаясь к правительству Москвы, может быть, или муниципальным органам, к кому относятся музеи, которые сейчас находятся у вас, в вашем доме? Нет, я не ходил лично по этому вопросу, но люди, которые поддерживают мое движение, и которые значительно более серьезные посты занимают, чем я, мягко говоря, пенсионеры. И скажу по-честному, что на протяжении последних, скажем, там, 8 или 9 месяцев этому вопросу уделялось очень мало времени, только потому, что людей мучают более насущные проблемы, чем, скажем, создание музея. Я абсолютно не претендую на то, чтобы этот музей носил мое имя, поскольку моих мотоциклов недостаточно для полномасштабной экспозиции. И вообще я к именам, которые даны музеем, отношусь очень ревностно. Почему? Потому что это может только дать тот человек, который является автором всех работ там, или, скажем, владельцем всех предметов, которые высланы в этом музее. А поскольку мы планировали создать так называемый обедненный музей, который бы составлял части коллекции многих частных коллекционеров, то он просто должен называться без чьего-то имени и фамилии от музея. Это как мне кажется. Вы объединяетесь с такими же владельцами, ну, такого уровня, может быть, как вы, но тем не менее, имеющими мотоциклы в своих коллекциях, можно просто создать клуб и таким образом пытаться продвинуть это дело? Абсолютно верно. Мы хотим в этом году, это уже практически все решено, мы хотим в этом году с весны возобновить наши так называемые клубные мероприятия, то есть поездки на мотоциклах. Мы будем делать весенние открытия сезона, то есть это будет такая специальная команда любителей старой мототехники, на которой без дискриминации будут приглашены практически все, кто имеет мотоцикл, скажем, старше, чем 25 лет. И мы будем делать такие проезды, но это очень несложно получить согласование и по проезду в Центр и даже на Красную площадь. Это, конечно, привлекает внимание. Мало того, как я вам уже говорил, по таким знаковым дням, как, скажем, 9 мая, День Победы, мы выстраиваем специальные проезды и пытаемся привлечь военную технику, которая наибольшим интересом, конечно, пользуется у людей в такие дни, как День Победы. Это уже мы имеем приглашение в парк Горького, мы туда традиционно ездим уже 12 лет, и на Поклонной горе тоже будет очень большая экспозиция, куда мы тоже планируем попасть в этом году. То есть в рамках празднования 9 мая в этом году? Абсолютно верно, да. То есть мы можем пригласить наших зрителей, москвичей, не только москвичей, на выставку, где вы будете принимать участие, ваши коллеги? Абсолютно верно, но приглашать туда нет никакого смысла, потому что люди так и так там будут, поскольку Поклонная гора и парк культуры Горького это всегда очень популярные места для празднования Дня Победы. И, как правило, бывают хорошие погоды, мы сюда ездим. Кроме того, что такими акциями вы привлекаете внимание людей, детей, семей, москвичей, вы привлечете внимание властей к мотоциклетному делу, к сохранению раритетов в этой области? Очень бы хотелось, чтобы на это обратили внимание. Очень бы хотелось. Потому что это патриотично, это интересно. И редкие мотоциклы, которые хорошо поддерживаются, хорошо восстановлены, они никогда терять свою стоимость не будут. А история, она не только состоит, скажем, из книг, из танцевальных тапочек или, скажем, шоколадных конфет. Она состоит из всего, что мы используем в нашей жизни. А мотоцикл – это была транспортная единица и очень и очень популярная, особенно в середине прошлого века и в послевоенные годы, поскольку автомобилей на всех не хватало и ездили на мотоциклах. Это интересные транспортные средства. Этим транспортным средством двухколесным, по мнению многих людей, даже интереснее управлять, чем, скажем, четырехколесным автомобилем. Ты получаешь больше удовольствия, больше интереса. Это более интересная вещь, чем, скажем, сидеть, быть может, в вагоне поезда. Виктор Сергеевич, кроме того, что у вас масса замечательных мотоциклов, редких, каким ретро-экспонатом вам хотелось бы обладать? Есть ли ретро-мотоцикл мечта? — Совсем недавно я был у своего коллеги, Евгения Шаманского, который сейчас замечательную экспозицию здесь сегодня представляет, включая его трактор замечательный. И поскольку мне оказывают, некоторые мои коллеги оказывают технические поддержки, что я ему тебя обращусь, что-то сделать, они мне обязательно это делают, они знают, что это не коммерческий проект, это часть восстановления. Я увидел у него в так называемых запасниках, если можно так сказать, один русский двигатель мотоциклетный. И думаю, боже мой, я помню такой мотор, я выступал в соревнованиях в те далекие начала 70-х годов на таком двигателе, но все уже концы, как говорится, ввода такой двигателя найти невозможно. И вчера я подошел и говорю, Женя, я у тебя видел один мотор. Какой мотор, Виктор Сергеевич? Я говорю, я видел у тебя мотор, давай на что-нибудь поменяемся, дай мне этот мотор, я хочу сделать русский мотоцикл. Это я никому не продам ничего, я просто иногда буду на нем появляться. Какой? Да, конечно, Виктор Сергеевич, я говорю, бери, ради бога, берите, это ваш мотор, я вам считаю, что подарил. А ему все ребята говорят, как так, Женя, Евгений Владимирович, как это так, вы подарили такой шикарный мотор Веденскому, да никуда он не уйдет, он же не продаст ничего. Я говорю, вам это зачем? Я говорю, я буду ездить, я уже сделал ходовую часть. Потом он подходит через полчаса, говорит, Виктор Сергеевич, вы знаете, я вам подарил мотор, но ведь оказывается, у меня целый мотоцикл отъезд, просто он был снят из рамы, возьмите целиком весь мотоцикл. Спасибо Евгению Шаманскому не только за то, что он представил потрясающий трактор «Сталинец», который стал настоящей сенсацией этой выставки, но и за подарок Виктору Сергеевичу Веденскому, потому что вот столько радости человек приносит. Удивительный человек вообще. Мало того, лет 12-15 назад он в составе, ну, быть может, даже правительственной делегации приехал ко мне вечером, я абсолютно его не знал. И когда он увидел, мне позвонили, сказали, что вот тут едет мытищинские власти, можно заехать к вам в музей, я не очень готов, там как-то не очень ют, ничего страшного, мы все с мигалками здесь на каких-то больших черных автомобилях, они все приехали, несколько автомобилей ко мне во двор, и в том числе был Жанин Шаманский, я его абсолютно не знал. И потом, когда все уже расселились по машинам, он пожал мне руку, сказал, что мне это очень нравится, я обязательно с вами свяжусь. И не прошло нескольких коротких лет, как я понял, что он стал собирать российскую в основном технику, это исключительные патриоты, я его поддерживаю двумя руками вверх за то, что он делает такие замечательные вещи. Я восхищаюсь. А кого еще из реставраторов вы поддерживаете, кто является другом, хорошим знакомым, не знаю. Из реставраторов я поддерживаю практически всех, кто занимается этим вопросом, но, вы знаете, сейчас получилось так, у меня сегодня спрашивают многие, Вик Сергеевич, а почему ваши экспозиции здесь не видно? Я говорю, хороший вопрос, дорогие друзья. Во-первых, прежде всего, я вряд ли что-то смог показать бы новое, а во-вторых, это настолько стало коммерчески сложно. Илюша Сорокин объясняет это тем, что экспоцентр берет за эти деньги. Он тоже должен взять за эти деньги. Представьте, какая ситуация, что я должен потратить свое время, свои силы, средства, купить мотоцикл, за свои собственные деньги привезти сюда, заплатить за место, где они экспонируются, купить всем своим гостям билеты только для того, чтобы потом люди покупали здесь билеты, все люди, которые получали деньги, и в конце концов, то есть я должен принести сюда свою технику для того, чтобы Илюша Сорокин или все остальные крокусы за экспоцентр заработал на этом деньги. Быть может, я неправильно на это смотрю или неправильно рассуждаю. Я принимал участие практически во всех маломальчески значимых выставках, потому что все понимали, мой коммерческий, никакой некоммерческий, никаких ценников на мотоциклах не висит. Если вы устраиваете продажи новых мотоциклов, да, я знаю, к чему вы стремитесь, вы говорите, продать новую марку мотоциклов. Но я не продаю, я просто делаю эту экспозицию более интересной, и поэтому всегда ко мне относились лояльно, и никаких денег с меня не брали за выставку. Но когда мне приходится платить, я, к сожалению, позволить не могу. Вот, понимаете, быть может, это неправильно, нужно было выставлять, нужно было как-то найти эти деньги, привезти, но, быть может, к осенью будет лучшее положение, и я смогу это сделать. Но потихонечку процесс реставрации продолжается. Конечно, конечно, несомненно. Я работаю один, делаю многие вещи, сейчас пока не хочу говорить, я надеюсь, что вот этот русский мотоцикл, о котором я сегодня упомянул, будет очень скоро готов, и я также делаю еще один американский мотоцикл, заканчиваю. Если Господь Бог даст силы, здоровья и энергии, то я осенью вам обязательно все покажу. Кроме тех подарков, что дарит Женя Шапанский, где вы еще находите экспонаты для вашего музея? Вообще подарки мне никто не делает, честно говоря. Я же чую их. Никто не делает. Я сам люблю дарить, я не умею ничего продавать. Если бы я умел продавать, я бы, наверное, жил лучше. Но вот, например, в прошлый год у Жени Шаманского маленькие два мальчика, они сделали мотороллер «Вятка». Я его увидел. И я посмотрел у себя в документации мотоциклетной и нашел. Я знал, что у меня есть. Это абсолютно новая книжка в таком картонном переплете. Мотороллер «Вятка» 54-го года. И я пришел вчера и подарил. Я же не буду продавать им эту книжку. Просто подарил. Я говорю, вот, ребятишки, вы сделали, вот вам подарили. А можно было бы сказать, ну что ты, Сергей, 3000 рублей возьми, шаманский богатый человек возьми. А я не умею это делать, понимаете? И поэтому это проблема. Поэтому такие замечательные люди здесь собираются, которые могут просто дарить, просто обмениваться. Ну это же нормально. Обмениваться себе. Но в основном обмениваться так. Знаете, все же сейчас до сих пор тащатся на запад. Утаскивают просто. И здесь много людей. Я не хочу говорить их имена и называть, и показывать, кто они такие. Но они понимают, видимо, у них так заведено. Они что-то... Вот у тебя есть это? Да. Тебе это нужно? Да, мне это очень нужно. Но ты понимаешь, это карбюратор, это американского мотоцикла. Но если тебе нужно, возьми. На следующий день я узнаю, что-то человек продал за 8 тысяч рублей мой карбюратор. Ну это очень некрасиво. А как сделать так, чтобы эти раритеты оставались здесь? Чтобы как можно больше вещей, там, отечественной техники, той, которая имела значение, скажем, времен Великой Отечественной войны, что абсолютно точно наши. Волги, Победы, там, не знаю, Зилы. Чтобы все это сохранялось здесь. Сделать это можно только тогда в таком случае, когда будет большее количество людей в нашей стране, которые будут это понимать. И которые на своем энтузиазме, на своем интересе и желании это вывезут сами. Потому что никакие правительственные акции в этом плане помочь не смогут. Конечно, очень хорошо было бы, если бы, скажем, на автомобиль. Вы знаете, вот такая практика. По истории всей ГАИ за последние 30 лет не было ни одного дорожно-транспортного происшествия с мотоциклом, который старше 30 лет. Просто ни одного не зафиксировано. Тогда, раз такие мотоциклы находятся у людей, они за ними очень хорошо следят и очень редко на них аккуратно ездят, тогда отмените техосмотр на мотоциклы, которые старше 30 лет. Потому что это не просто уже игрушка. Потому что мне, чтобы выехать на мотоцикле, нужно пойти, заплатить страховку, заплатить, пройти техосмотр. А у этого мотоцикла не было никогда стоп-сигнала. И маленький милиционер говорит, а почему у вас нет стоп-сигнала? Это не у меня, тогда завод-изготовитель тогда этого не делал. Мне нужно было поднимать правую руку и показывать, что я останавливаюсь. И я имею право это транспортное средство эксплуатировать, потому что оно так было сделано. Заводы изготовительные, они этого не понимают. И часто ГАИ останавливают, часто приходится вступать в подобные дискуссии? Сказать по правде, когда едет хорошо организованная колонна, то, как правило, не останавливают. Мы выезжаем хорошей колонной, едем в определенном ряду, когда это все красиво, как правило, не останавливают. Нам нужно отдать должное. То есть, когда несется какая-то неразбериха куча мала, тогда, конечно, могут... Но когда люди видят на особенных праздниках... Я пытаюсь созваниваться с ГАИ и попытаюсь согласовывать какие-то маршруты, но они, как правило, говорят, у нас город открыт, куда хотите туда езжайте, мы вам никакой экспедиции и сопровождения не дадим. И, как правило, если хорошо организованы колонны, то, да, не трогают. Мы часто здесь на галерее Сорокина говорим об истории, о сохранении истории, о преемственности поколения, ностальгии. Вы сегодня упомянули вашего папу. Если говорить о преемственности в дальнейшем, как вам кажется, будут ли приходить в профессию реставраторов, я не говорю коллекционеров, именно реставраторов, молодежь, которые сейчас вот видят экономические проблемы, кому нужно копаться в железках, кому нужно проводить часы в гаражах. Вы знаете, такой профессии, как реставратор мотоциклетной техники, не существует. Есть профессии, как реставратор, скажем, иконы или старой книги, потому что этим занимается много людей. А реставратор антикварной мотоциклетной техники такой профессии нет. Неужели это мотоциклетной, автомобильной любой. Хорошо, автомобильной любой техники, скажем, транспортного средства. Такой профессии здесь в России как таковой не существует. Если вы поставите объявление, что требуется реставратор антикварной техники, то к вам, как правило, какой-нибудь автомеханик или мотоциклетной механики обратиться, а реставраторов как такого нет. Я думаю, что, конечно, будет, потому что меня звонят из регионов, откуда-то узнают мой телефон, просят какие-то небольшие детали, я с удовольствием помогаю, если у меня есть, обязательно помогаю. Хорошо, а просят к вам учиться, поучаствовать в реставрации ваших мотоциклов, или если бы вдруг вам позвонили, скажите, Виктор Сергеевич, нам очень хочется приложить руку к реставрации какого-нибудь Harley-Davidson или BMW, вы бы согласились принять человека? Я никогда не предлагаю свои услуги как платные услуги, как реставратор, потому что у меня не хватает времени даже сделать свою собственную технику. Я думаю, что если бы я был более коммерчески подкован или как-то основан, это возможно было бы сделать, но, понимаете, как правило, человек, владеющий старой машиной или автомобилем, мотоциклом, всегда будет гордиться только тогда этой техникой, когда он это сам сделал, или он координировал этот проект, или, так сказать, доставал детали, или сам что-то делал, выбирал цвет, выбирал, так сказать, там салон, кожу, руль или прочее, тогда он будет больше ценить свою технику, чем он ее купит. Конечно, здесь очень много сейчас привозят автомобилей из Европы и из других стран, которые, побывав в руках одного или другого коллекционера, потом могут быть перепроданы и с прибылью. Я не знаю, как экономически сложные времена отразились на этом. Судя по всему, конечно, тоже отразились. Все достаточно сильно зажаты сейчас. Но мотоциклов, как правило, я не видел, чтобы привозили из других стран. Хотя можно было бы привезти, если бы отменили на это дело таможенный почв. Я бы лично привез несколько мотоциклов. А скажите, пожалуйста, ваш любимый мотоцикл из тех, что есть сейчас, или, может быть, из тех, что вы привезли? Вы понимаете, это все, что сказать, вот какая ваша любимая еда. Вот сегодня я хотел съесть овощной салат, а завтра я хочу съесть жареную рыбу. Мотоцикл никогда не бывает абсолютно полностью унифицированный. Он должен быть... Под настроением? Он должен быть для определенных целей. Если ты путешествуешь где-нибудь по переселенной местности, где нет дорог, нужно ехать на одном мотоцикле. Если ты едешь на какую-то помпезную, стилизованную программу, то должен быть другой мотоцикл. Если ты едешь на очень далекое путешествие, тебе нужно много багажа, и ты знаешь, что нигде ты ничего не можешь переодеться. Поэтому унифицированного, уникального мотоцикла, среднего, я не вижу. Мне сейчас очень хочется, конечно, честно могу сказать. Почему? Потому что я в последнее время еду или на американском мотоцикле, или на немецком мотоцикле. А мне хочется сделать патриотический русский мотоцикл. И вчерашний день был началом того, что этот проект закрутится. Я даже знаю, что я многие вещи свои приостановлю и наброшусь на этот проект, который мы с Женей Шаманским вместе сделали. Если вспомнить о истории мото-гонок, на каких мотоциклах вы ездили тогда? И, может, самые сильные впечатления от того времени? Самые сильные впечатления, пожалуй, на меня произвело то, когда я, приехав уже из Америки в Голландию, получил поддержку мотоцикла, ходовая часть которого была сделана в Голландии, компанией EML. Я имел от них контракт. А двигатель на ней стоял японский Yamaha 1000-кубовый двигатель, вертикальный, двухсилендровый, пятиступенчатый. Мотоцикл уже был снабжен дисковыми тормозами, пневматической подвеской, пятиступенчатой коробкой. То есть это была совершенно новая страница для меня, потому что я ездил последние годы в России, в Советском тогда Союзе, на мотоцикле Урал. И, конечно, это была огромная ступень, впечатление огромное. А как же вам удавалось выигрывать с мото-гонки в Америке, учитывая то, что тогда не очень был развит в мотоспорте? Я вам скажу, что до сих пор уровень мотоциклетного спорта в классе мотоциклов с коляской, я имею в виду мотокросс, не самый высокий в неевропейских странах. И я тогда был действительно первым так называемым неевропейским гонщиком, который был в десятке чемпионата мира. на первый свой год. И в Америке мне большого труда победить своих соперников не составляло. Я сейчас по интернету списываюсь с теми людьми, которые были энтузиастами мотоциклетного спорта в Америке. И очень интересно. Конечно, люди ездят, но если они приезжают в Европу, они даже не могут попасть в квалификацию, чтобы принять старт на не одном из этапов чемпионата мира. Потому что совсем другая школа, другой уровень. А если говорить о европейских гонках, как там удавалось конкурировать? И что там происходит? Ну, европейский гонщик, понимаете, я все-таки ездил в Европе, и когда я был членом сборной Советского Союза, мои коллеги могли совершенно спокойно оказывать конкуренцию даже на мотоцикле «Урал», тогдашним европейским чемпионом. И даже выигрывать некоторые отдельные этапы. Сейчас в нашем виде мотоциклетного спорта, в классе «Мотокросс» с коляской, наиболее успешным экипажем является экипаж Евгений Щербинин и Сергей Сосновских. Это наши ербитские гонщики. Но они используют традиционные современные двигатели двухтактные, одноцилиндровые, которые в основном используются в этом виде в час мотоциклов. Наряду с, конечно, и с четырехтактными одноцилиндровыми двигателями объемом 550 кубических сантиметров. А мы тогда ездили, нам разрешалось использовать двигатель до 1000 кубических сантиметров. Поэтому у меня был мотор очень мощный, супермощный. Мне очень трудно было на нем и сидеть. А сейчас, кроме того, что вы участвуете в разных акциях, 9 мая тоже, ездите ли просто на мотоциклах разных, по разным делам? С удовольствием. Я езжу с удовольствием. Мало того, я являюсь еще официальным лицом, но это общественная должность в клубе «Харли Дэвидсон» России. И мне просто по договоренности с нашим мотоциклетным дилером, официальным дилером «Харли Дэвидсоном» в России, в Москве, мне на каждую официальную какую-то акцию дают другой мотоцикл, любой, который, ну не то, что какой любой я захочу, а какой просто есть в наличии, из нескольких тестовых мотоциклов. Готовик Сергеевич, на каком вы хотите мотоциклы? То есть мне интерес есть на разных мотоциклах. То есть все равно интерес есть, все равно и желание кататься? Интерес есть всегда. Да, и я так думаю, что если бы сотрудники пенсионного фонда увидели, на каком мотоцикле я езжу, они отобрали бы мне карточку бесплатного проезда в общественном транспорте. Ну мы видели, как вы ездите, это действительно впечатляет, это радует и просто производит потрясающее впечатление. Это очень красиво, быстро, ярко. Виктор Сергеевич, если говорить о развитии мототехники современной, как вы ее оцениваете и каким вы видите мотоциклы будущего? Какие виды, что, простите? Мототехники современные. Что вам нравится и каким вы видите мотоцикл будущего? Я, мне кажется, вам уже упоминал такую формулировку, что такое мотоцикл. Я еще раз повторю для наших замечательных телезрителей, что мотоцикл – это двухколесная повозка, оснащенная двигателем внутренним сгоранием, на которую водитель садится верхом. То есть концепция мотоцикла как такового изменена. Может быть, в ту или в другую сторону, так и так останутся два колеса, и останется двигатель, который находится между этих двух колес. Могут сделать все, что угодно. И таких людей много. Очень сейчас сильно развита такая тематика, как кастомайзинг. То есть люди строят себе мотоцикл. Они не хотят ездить на том, что можно купить в магазине. Они считают, что они должны построить такой мотоцикл, который у них в голове, который им хочется. И таких людей очень много. Как правило, это значительно дороже, чем купить мотоцикл готовый, той же самой марки. Но люди хотят себя выделить. Более функциональны эти мотоциклы или нет, я этого сказать не могу. Это так, как носить очень модную одежду. Вы согласитесь, что если на вас будет одета очень модная, длинная и узкая юбка, то вы сможете делать только вот такой шаг. Но это будет модно, и вас будет обязывать к этому. Поэтому вот сейчас такая мода ставит очень большую, широкую заднюю покрышку. А в плане функциональности, это красиво, быть может, выглядит сейчас. Вы же помните, были узкие брюки, потом широкие брюки. А я не понимаю этой широкой покрышки, потому что с моей точки зрения должна быть только функциональность, а не просто такая понтяра, как говорится. А это чистый понт. Поставить вот такую 350. А зачем? На ней повернуть невозможно, эта покрышка. Поэтому должна быть и функциональность, и красота. Должна быть абсолютно верно. И функциональность. Вы знаете, мне вот нельзя ездить на такой задней покрышке, потому что мы всегда использовали только те покрышки, которые прибавят нам возможности ехать быстрее, надежнее, дольше, без прокола. Вот тогда мы только этим пользовались. А ставить такую покрышку я не вижу в этом функциональности никакой. Хотя мне приходится ездить на такую. Виктор Сергеевич, за функциональность и красоту, и за то, чтобы мотоспорт развивался, развивалась мотореставрация, и чтобы все-таки был создан музей мотоциклов, чего я вам искренне желаю. Спасибо, Машенька. И также, чтобы пополнялись новые экспонаты вашей коллекции. Я знаю, что сегодня у нас в гостях была легенда отечественного мотоспорта, коллекционер-реставратор Виктор Сергеевич Веденский. Мы не прощаемся. Оставайтесь с нами на канале Автоплюс, программе «Попутчик» на 13-й Олтаймер галереи «Лисорог». Итак, легкий шум слышится здесь. Это значит, что мы на 13-й Олтаймер галереи Ильи Сорокина. Наша выездная студия, студия канала Автоплюс снова работает. У нас в гостях два потрясающе интересных человека. Александр Константинович Кириллов, руководитель проекта «Музей истории Советского Урали» и Игорь Давидович Левятов. Человек, который начался в уралийную карьеру в СССР еще в 1969 году. Он был председателем раллийного комитета РАФ, членом ее спортивного совета, членом комиссии ралли. Левятов знает все, что кто хоть как-то связан с автомобильным спортом, хоть как-то помнит истории ралли в СССР. Большое спасибо, что пришли. Такие две легенды. Поэтому давайте вообще вернемся к всем старым временам, когда вот это раллийное движение только начиналось. Что это были за люди, что это были за машины? Давайте. Ну, действительно, для меня ралли началось в 60-далеком уже теперь, в 69-м году. Я работал инженером в конструкторском бюро. И у нас образовался такой некоторый клуб «Запорожец». Вот в этом клубе у нас несколько человек, значит, приняли такое решение проучаствовать в настоящем серьезном спортивном ралли, которое было организовано в городе Ярославле. И вот мы туда, на своих собственных «Запорожцах», мы узнали о том, что это возможно, на своих собственных «Запорожцах» поехали в это замечательное мероприятие. И надо сказать, что с тех пор, ну, как бы, для меня вся другая жизнь как бы превратилась в оттенок этой. Потому что заболел настолько, что, ну, фактически, все остальное время с этого, вплоть до того, что поменял профессию... А был кем до этого? Я радиоинженер по профессии. Закончил Московский энергетический институт. Потом продолжение это имело не сразу. Были какое-то время перерывов. И вот когда при Московском городском совете общества автоматолюбителей была организована спортивная секция, вот там, в общем-то, все и началось в том виде, в котором, так сказать, вот это уже начало отражаться в истории каким-то образом. Мы эти гонки не только ехали, мы их и делали сообща. То есть разрабатывали маршрут, да? Разрабатывали маршрут, да. Ну, есть маленькая тонкость. Для любительского ралли трасса всегда должна была быть закрытой. То есть закрытой, и она должна быть неизвестна участникам. Поэтому не то, чтобы все вместе, всей кучей мы, так сказать, занимались этим процессом, а как-то так вот немножечко по очереди. Сегодня вы, завтра вы, ну, там, этот экипаж, другой экипаж. И мы так вот как бы в складчину делали, так сказать, эти самые соревнования для любителей. Тот неповторимый адреналин, который, так сказать, возникал во время этого соревнования, он, в общем-то, привел к тому, что нас стало все больше и больше. Вот. Правда, это время было такое непростое, то, что свой собственный автомобиль в ту пору не очень много народу. Где же были эти машины? Где вы их доставали? Тем не менее, это были вот запорожцы, жигуляты, москвичи. Процесс был настолько интересным, среди нас был летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Мы с ним в 1977 году вместе ехали в одном соревновании. Он тогда выиграл, а мы были третьим. А на какой машине он ездил? Он ехал на Волге, ГАЗ-24. Это была его собственная Волга? Это была его собственная Волга. Но это фактически входное условие в эти соревнования. Мы ехали в тот раз на моих жигулях. Я ехал со штурманом Владимиром Вяземским. У нас было у каждого по жигулям. И мы договорились так. Когда мы едем на его машине, он за рулем. Когда мы на моей машине, я за рулем. Вот так потихонечку росли. Потом Георгий Гречко стал членом Президиума Федерации Автоспорта. Конечно. Это очень уважаемый человек и замечательный человек. А к нему стекает все к тому, что это такая фигура, и он заражал этим? Или просто раллийное движение как-то росло в самом деле? Я не знаю, что его просто сегодня нету. Это действительно, это заражающее, так сказать, своим обаянием натура человеческая. Это человек с огромной эрудицией. И увлекающийся настолько, что дело, которое он делает, оно становится в этот момент основным делом его жизни. И вот он тогда увлекся этими любительскими соревнованиями. И совершенно серьезно ехал. Совершенно серьезно страдал от проигрывания, так сказать. И выигрывал все это. Все это было честно. Никаких, собственно, так сказать, подразделений. Никто ему не поддавался? Все было серьезно, по-честному? Нет, нет, нет. Там все было серьезно. Ну, типа того, подумаешь, космонавт, я что? А я не космонавт, я вот инженер. А, простите, а многие уходили из профессии, потом уже брали и становились такими профессиональными автогонщиками? Раллистами? Ну, я, наверное, один из тех, когда в 1980 году фактически, как говорят это в профессиональном спорте, повесил шлем на гвоздь, то есть я перестал стартовать, я ушел в организацию соревнований. И в 1980 году это вот конкретно произошло, я покинул. И ушел работать в профессиональный спорт. Вот так получилось. Дальше была, так сказать, такая довольно длинная история. Меня взяли на работу в Центральный автоматоклуб ДСАФ СССР. Там я стал тренером сборной команды России сначала, потом СССР. Я слушаю того человека, с которого началась моя история в любительском ралли. Все дело в том, что историей, как бы сказать, ралли я вот занимаюсь уже почти пять лет сейчас, а любительское ралли, в котором я впервые начал участвовать сам лично, началось для меня в 1977 году, когда, будучи на каком-то концерте в ДКМИ, Московском энергетическом институте, я увидел рядом стоящий автомобиль ВАЗ-2101 красного цвета, с номером 2288ММУ, были черные номера тогда, с надписями, краской на автомобиле написано было «Ралли осень 77». А я с мамой был там, я говорю, «Ой, какая машина интересная». Она говорит, «Так это же мы его знакомы, вместе работаем». Это машина Вяземского. Я читаю, на двери написано «В Вяземский и Левятах». Она говорит, «Я Левятов очень хорошо знаю». Я говорю, «Ой, мне бы познакомиться с ними, познакомлю». Вот с этого автомобиля, со знакомства с Игорем Давидовичем, вот у меня началось мое участие в любительском ралли. Впервые я стартовал в 1979 году, поскольку раньше до 18 лет не пускали на такие соревнования. Начинал с судейства. Пришлось сначала посудить немножко соревнования. А как можно посудить, не участвовать? А для этого, так сказать, раньше была какая система? Сейчас гонщики платят стартовый взнос для того, чтобы участвовать в ралли. И все. И взнос покрывает все расходы. Раньше была немножко другая система, как Игорь Давидович помнит. Раньше надо было выставить судейский автомобиль для участия с судьями. И поэтому люди ходили на судейские семинары специально. Учились судить соревнования. Это не являлось законом. Это была принятая практика. Для того, чтобы соревнования надо было кому-то сделать. Как правило, в самом соревновании, в организации участвует очень много людей, которые, как в вашей терминологии, за кадром. И участники далеко не всех видят. Поэтому для того, чтобы само соревнование состоялось, вот так вот именно сообща, привлекая себя на то, на то, на то, значит, вот делали таким образом соревнования. В том числе надо было обязательно, для спортсменов, ходным билетом было обязательное судейство. А где судейство? На таком же соревновании, точно так же. Ему надо было где-то что-то отсудить. Для того, чтобы отсудить, надо было почитать правила и получить, так сказать, инструкцию о том, что, чего и как делать. Поэтому спортсмены, те, которые стартовали, они имели это в виде общественной нагрузки. А соревнование в конечном итоге могло состояться. Потому что людей нужно очень много для ралли. Вот так вот это получалось. Ну, я к этому добавлю. Вот я достал старенький документ из кармана. Вот я сейчас его передам Маше, она покажет. Судья по спорту. Я не знаю, увидят ли наши зрители. И обратную сторону. Отдельно. Подтянь судья по спорту. Дано товарищу Кириллову АК. Да, удостоверение номер 33, дробь 3-82. 8 декабря 1982 года. Вот такой вот раритет, который надо бы нам отдельно подснять и показать. Но вообще все честно, все подлинное. И второй такой документик. Это билет, членский билет в ДААМА. Общество автолюбителей. Вот, общество автолюбителей. В котором с 1978 года я состою, когда начал этим заниматься. А сколько составил взнос вступитель? А вот там аккуратно написано. Марочка и на ней цена. Один рубль. Это без автомобиля. У меня не было автомобиля тогда. А с автомобилем было 3 рубля. Вот за такие скромные деньги по нынешним временам можно было стать членом клуба. А советский автоспорт всегда находился за железным занавесом. И существовало обособлено от мирового процесса. Вы как-то взаимодействовали? Вы чего-то могли набраться? Вы как-то следили за тем, что происходит там? И как это вообще можно было отследить, если мы были на локальной территории? Ну, если говорить о спорте любительском. Тот, в общем, который является темой нашего разговора. Узнавать что-то там на Западе не было никакой необходимости. Потому что были написаны определенные правила, которые надо было просто реализовывать. И вот структура любительского ралли, она, в общем, довольно прилично отличалась от спортивного ралли. И, собственно, западного опыта в этой практике не было как такового. Это придумка советская. Создать такое соревнование среди владельцев автомобилей. Ну, как бы, чем бы их занять в свое время. Но всем же захотелось и адреналина. И все же нормальные люди, которые, когда давишь на педаль, испытывают там буря эмоций и удовольствия. Поэтому постепенно, постепенно это ралли стал, так сказать, обретать и спортивные черты. А про западный опыт и железный занавес, с этим страдала больше как раз наша сборная, в которой мне довелось работать. Но это была проблема другого свойства. Наши сборники, это, в общем-то, те люди, которые из Советского Союза, из республик советских, занимались здесь одним видом, вернее, одним автомобильным спортом. А выезжая на соревнования за рубеж, мы ехали практически совершенно все другое. Иные были правила, иные были условности. А условностей в ралли их очень много. Поэтому вот тут была проблема. Для любителей, слава богу, этой проблемы не было. Если говорить о том, что автоспорт существовал в СССР по остаточному принципу, например, Гагарин в качестве такой агитации играл в хоккей, в агит-фильмах. Насколько был доступен автоспорт и популярен у обычных граждан по сравнению с тем же хоккеем? Насколько он был вообще возможен тогда? Ну, поскольку автомобильный спорт, это, в общем, так сказать, спорт на таком инструменте, как автомобиль, для того, чтобы его реализовывать, надо было иметь автомобиль. Для того, чтобы иметь автомобиль, либо надо было его иметь своим собственным, и рискнуть на то, что если это, допустим, не любительское, а спортивное, рискнуть на то, чтобы этот автомобиль заметно переделать, и потом на нем стартовать. Либо каким-то образом этот автомобиль заработать. А кто тебе даст автомобиль в ДОСАФе, если у тебя нету регалий? Круг был замкнутый. Нету регалий – нет машины. Нет машины, нет регалий. То есть это была проблема, серьезнейшая проблема. Кто как мог, и большей частью это уже именно в спортивной ралли принимали участие люди, которые были так или иначе профессионально связаны с самим автомобилем. Водители, таксисты. Вот такого свойства. Куза, круг этих людей было. Страшно были, далеки они. Нам, инженерам, попасть туда было практически реально. Ну вы попали. Судьба, наверное. Это было потом. Я бросил профессию. А сколько был человек примерно? Или можно точную цифру? Участвовал. Да, да. Ну сложно сказать, сколько участвовал. Например, Московский городской совет в ДААМ выставлял постоянно свою сборную команду. Вот Игорь Давидович, как раз в ней был, в этой сборной команде. Сколько участвовал в соревнованиях? Ну сколько был ралли. В среднем соревновании, ну вот я помню эти наши именно московские автолюбийские соревнования, было где-то в среднем 70-80 экипажей. Ну это да. Вот сейчас на стенде расписывались на капоте ветераны автоспорта, да? Да, это те люди, кто начинал любительские ралли в те годы как раз начинал ездить. То есть вы поддержите отношения до сих пор и, собственно, ваш клуб создан каким-то образом? Мы собрались в этот раз, да, люди через много лет встретились, давно не виделись, поговорили, увидели, вспомнили. Я очень благодарен Саше Кириллову за то, что он нас сегодня, вот именно сегодня он нас собрал. Мы действительно по многу лет не виделись, ну и иных уже и нет. Но вы встречаетесь только на галерее Сорокина или вы как-то общаетесь? Нет, мы встречаемся в жизни, просто вот нас немножко разбросало, но теперь будем встречаться чаще. А чем эти люди занимаются сейчас? Так же они привержены автоспорту, как бы в другом каком-то уже кричите. Может быть, они на ретро-машинах уже сейчас ездят? Понимаете, мы все уже за той грани возраста, когда назначены пенсии. Поэтому кто себе придумал что вот в этом своем пенсионном качестве? Ну кто что? Я работаю. Кто-то занимается автопутешествиями, кто-то участвует в ралле «Золотое кольцо». Ну, например, в ралле, да. Вот у нас, к сожалению, из любителей мало кто участвует, из ветеранов. Но из, так сказать, людей, с кем мы раньше участвовали, это Владимир Васильевич Мозговой, он где делает ралли, участвует в ралле. Ну а основной у нас, конечно, гонщик, это наш, так сказать, фирменный гонщик. Со слов Александра Пикуленко, это фирменный гонщик семьи Кириллова. Это и заслуженный мастер спорта Юрий Иванович Лисовский. Штурманом с ним ездит сын Кирилл мой, Кирилл Кириллов. Вот это тот самый человек, который делал проект «Советраль». В общем-то, это его заслуга больше, чем моя даже больше. А расскажите об этом проекте для тех, кто не был свидетелем той эпохи, кто просто не знает, что это такое. Проект изначально начинался достаточно необычно, потому что я по случаю приобрел автомобиль «Москвич». Автомобиль «Москвич», на таких автомобилях я ездил раньше. И эту машину как-то совершенно случайно ко мне попала по объявлению в оригинале. Шикарная машина, переходная 1975 года, переходная на 2021-40. Я для себя, для души, для собственной решил сделать реплику спортивную этого автомобиля и поставить на даче. То есть построить такой стеклянный павильончик, подобный автомобилю Гагарина, и поставить его на даче. Вот, полюбоваться. Ну, что-то как-то по-другому получилось, когда сделали машину. А сын как раз у меня учился в техникуме тогда, информатике, вычисленной технике. Занимался вычисленной техникой с компьютерами и прочими всякими делами. Вот, он говорит, а давай такой материальчик сделаем в интернете, маленький сайтик. Начали с маленького, больше-больше, очень живой интерес. Вот у людей, то есть постоянно пишут, читают, в общем, масса информации. Мы собрали очень много фотографий интересных, статей газетных, видеохроники. Вот, и все это в 2004 году, в августе, появилось в интернете. Очень, еще раз повторю, что очень большой интерес у людей вызвали, люди просили продолжать все это дело дальше. И мы как-то вот попытались тогда эту машину оживить, чтобы она не стояла на постаменте, как памятник, да. А ведь автомобиль, стоящий автомобиль умирает, он должен двигаться, он рожден для того, чтобы двигаться. Вот, и подвинулись мы на нем, на первое оллтаймер ралли в 1900, ой, извиняюсь, в 2005 году, который проводил Илья Сорокин, первый оллтаймер ралли. Вот, проехали 50 километров по Москве на этой машинке. Вот, и там настолько заболели, так сказать, этой старой темой. То есть вспомнилось то, что было раньше. Вот, и сейчас уже в коллекции семь автомобилей в музее. Все это переросло в музей, который называется Музей истории советского ралли. Если возвращаться опять к тем временам, была ли в СССР некая авто- и мотоспортивная культура? Можно было говорить об этом, понять вообще? Безусловно, была. Безусловно, была. Правда, занимались автомобильным и мотоциклевым спортом, в общем-то, под эгидой добровольного общества содействия армии, авиации и флота, ДОСААФ. И верховодил ДОСАФ как раз именно, так сказать, вот в этих видах спорта. Как ни странно, эти виды спорта считались массовыми. Позднее, когда я уже работал в системе ДОСАФ, я понимал, что это за цифры, как они, так сказать, появляются на свет. А это было важно показать, что это массовые виды спорта? Конечно, конечно. Чтобы наш уровень жизни советских граждан был... Да. У нас тысячи занимались автомобильным спортом. У нас только автомобилей не было, но, тем не менее, так сказать, тысячи занимались автомобильным спортом. И десятки тысяч занимались мотоциклетным спортом. Ну, это все уже, так сказать, было. Это все было в прошлом. Тяга к спорту и вот к такому, моторизованному спорту, она, конечно, всегда у людей существовала с моментом появления этих моторов. Ничего удивительного. Ну, и теперь я уже могу сказать с уверенностью то, что и мы более-менее достойно представляли себя на, так сказать, мировой арене автомобильной. Это было очень сложно, потому что наша техника, а на другой мы не могли оказаться, это была директива. Мы могли выступать только на отечественной технике. Наша техника очень серьезно уступала, но что могли, то мы и делали. Есть очень много, так сказать, можно много рассказать историй из жизни. Вот хочется историй о том, как мы отправлялись туда, участвовали в международных соревнованиях на наших машинах. Насколько это было сопоставимо по уровню техники, по уровню гонок, мощности наших машин? Ну, тогда я почти всегда рассказываю эту байку или историю, как хотите. Есть и был, был и, вернее, и есть такой еще в Чехословакии, не в Чехии и Словакии, а в Чехословакии, очень известный гонщик Вацлав Блахна. Он всегда, мы с ним познакомились, вернее, в составе сборничек Словакии, потому что в ту пору разыгрывался так называемый Кубок Дружбы Социалистических Стран, в котором обязаны были участвовать все социалистические страны. Это было такое несколько искусственное соревнование, искусственное, потому что там, ну, могли участвовать только вот члены вот социалистических стран. Поэтому это было где-то 7-9 гонок в году, которые, каждая из которых должна была пройти в своей стране. Именно наш этап Кубок Дружбы Социалистических Стран назывался «Ралли Русская Зима». Может быть, слышали, ну, как когда-то это было. Вот. И в каждой стране проходила определенная гонка. Вацлав Блахна, к тому времени уже вице-чемпион Европы, так сказать, очень сильный спортсмен, очень сильный гонщик. Значит, что-то не договорился с заводом «Шкода», потому что сборная Чехословакии, она выступала на автомобилях «Шкода». Что-то не договорился, что-то не получилось, и смотрим, Вацлав в составе команды приезжает, а стартовать не стартует. В чем дело, Вацлав? Ну, вот, неприятности на заводе. Где бы найти автомобиль? В это время у нас сборная Советского Союза стартовала на автомобилях «Лада» в ФТС. Это в сущности автомобиль ВАЗ-2105 по внешнему виду, но очень серьезно переделанный под то, чтобы участвовать в нем в спортивном ралле. Вот, делали это на Вильнюсе, на вильнюсской фабрике транспортных средств, аббревиатура сокращенная, ВФТС. Вот так появилась «Лада» в ФТС. Это достаточно спортивный автомобиль, ну, собственно, на котором сборная несколько лет довольно успешно воевала, по крайней мере, в Кубке Дружбы Соцстран. И на других соревнованиях, которые, так сказать, где она принимала участие. Кубок Дружбы Соцстран мы много лет выигрывали. Это среди чехословаков, болгар, немцев, румын. Ну, весь наш социалистический лагерь, вот, все, кто тогда входил в него в этот соцлагерь, это страны Варшавского договора, если еще помните. Ну, мы несколько лет подряд выигрывали этот Кубок Дружбы Соцстран, и главными нашими конкурентами были чехи, чехословакия, чехословакская сборная. Значит, выигрыши наши были с переменным успехом, выигрывали они, выигрывали мы. Я так понимаю, что он должен был попросить у вас машину. Он не просто попросил машину, он говорит, ребята, на чем ездить? Мы конкретно организовали, так сказать, такую ситуацию, когда вот это Ладовов ТЭС попало к нему в руки. И что он сказал после того, как он ездил? Вот к этому я постепонечку подхожу. Проходит одна гонка, вдруг, как мы говорим, есть такое понятие, крыша, перевернулся. Проходит другая гонка, опять крыша. И где-то он на третьей гонке, на которой тоже Вацлав сошел, именно потому что перевернулся. Значит, после гонки, ну, маленькое застолье, мы, я говорю, мы дружили хорошо, соединяемся. И кто-то задал вопрос. Вацлав, за тобой репутации крышмена, образно говоря, никогда не было. В чем дело? В наших машинах. И Вацлав сказал ключевую фразу. Ребята, я вообще не понимаю, как на этом ехать. А вы у нас на этом еще и выигрываете. Ну, байка из разряда, так сказать, как бы для улыбки. Но, тем не менее, очень многое из того, что в ней, вот в этой фразе стоит, оно так... Ну, это что такое? Русская удаль. Понимание, что другого нет, надо выигрывать хотя бы на этом. Отступать некуда позади Москва. Откуда кураж-то такой, брат? Понимаете, это, во-первых, это не русская удаль. Потому что в составе сборной СССР большую часть составляли гонщики из прибалтийских стран. Но дело не в русской удале. Во-первых, это высочайший уровень мастерства. Именно спортивного мастерства, высочайший уровень. Когда под тобой плохая техника, ты можешь выигрывать только с помощью своего умения. И ничего больше. Конечно, так сказать, определенный уровень бесстрашия, не без шабашности. В автоспорте с этим нельзя. Надо обязательно, чтобы где-то сторожок был, присутствовал обязательно. Но и огромное желание. И огромное желание. Что касается ветеранов из бывших стран Прибалтики, данных стран Балтии, в связи с тем, что усложнился въездно-выездной режим, визовый режим, как-то вы общаетесь по-прежнему? Или действительно есть... Общение есть, конечно, есть. Да, и наши ветераны ездят в гости к ветеранам Прибалтику, в Литву ездят довольно часто. Вот, например, Виктор Сельщавелев, он был в передаче здесь, да, и он рассказывал, как они ездили в Литву на юбилей Тумалявичусы, это тоже известный гонщик. Там были и Стаси из Брунза. Вот это как раз тот самый человек, о котором Игорь Давидович сейчас говорил. Это он организовал производство этих автомобилей. То есть взяв за основу автомобиль Фиат Абарт, итальянский, подготовленный фирмой Абарт, они наладили производство в Советском Союзе таких автомобилей. Действительно хороших, мощных. Вот, потому что, ну, действительно уровень там был другой, и больше всего к этому уровню подходили прибалты, как раз наши гонщики прибалтийские. Вот, потому что это самые, так сказать, сильные гонщики наши были, это были прибалты. Ну, понятно, почему сильные финны, да, вот, потому что они постоянно ездят по таким дорогам. Так же и прибалты точно. То есть это была основа нашей сборной, это прибалтики, конечно, эти гонщики. На нынешней галерее интересная экспозиция, посвященная истории любительского ралли в СССР. Что вы представляете здесь сегодня? Здесь автомобиль ВАЗ-21011, серийный автомобиль. Незаслуженно, на мой взгляд, обозванной копейкой народом. Ну, вот, не знаю, у меня язык поворачивается так. Да, ну, не знаю, вот как-то не заслужила она такого, наверное, отношения к себе. Машина-то эта, копейку не поднимали, не надевались за ней никогда. Вот, даже самые бедные люди, в общем-то. Автомобиль, который журналом за рулем был определён, как автомобиль столетия, на самом деле. Автомобиль ВАЗовский. Это обычная серийная машина. Такой автомобиль, на котором люди ездили на работу. Вот, то есть все, так сказать, мы через это прошли, через эти автомобили. У кого-то они ещё остались, а кто-то и по сей день, наверное, пользуется. Вот, то есть есть дополнительное штурманское оборудование для участия в ралли. То есть это счётчик, так сказать, твинмастер, счётчик километража. Там штурманская подсветка, тахометр, дополнительные фары. А так, в основном, это серийный автомобиль абсолютно. Вот, то есть это вот точно такой же автомобиль, на котором участвовали любители во всех, практически. Ну, ВАЗовская машина, взята потому, что она была, хотя бы, самой распространённой, наверное. Вот, ну, я, например, вот первый ралли участвовал на Запорожце. На инвалидном автомобиле ЗАЗ-968. Вот, и первое участие на Запорожце пришло победу в абсолютном зачёте. Вот, в этом автомобиле, в экипаже с Игорем Коноваловым мы выиграли ралли Министерства внешней торговли. На инвалидном, подчёркиваю, запорожце. Очень уникально, конечно, в таких машинах, которые сейчас просто, ну... А люди были другие раньше, в чём дело. Что находилось? И люди, люди, люди. В чём, вон, вон поехали, а то мы ехали. Не надо о людях забывать, люди были другие. Вот, как-то в одной из передач с Андреем Леонтьевым, когда мы разговаривали на эту тему, он очень хорошую фразу произнёс. Раньше люди были железные. Вот в чём дело. Вот уровень комфорта, видимо, не был столь важен, насколько сейчас мы избалованы, да? Какой у нас подголовник, да? Хорошо ли нам, удобно ли? Какой руль опускается, поднимается? Как-то вообще вот эти вот железки, да, наши отечественные, опять же, без обид. Да, они же совершенно были некомфортны с точки зрения нас сегодня, современных вот, автолюбителей. Сейчас автомобили бездушные. Вот в чём дело. А тогда автомобиль был с душой. Вот и вся разница. Ну, я бы немножко возразил, Саша, души в людях было больше, нежели сегодня. И вот наш отечественный советский автомобиль, ведь не было другого. Кто-то когда-то сказал, советские, вы же счастливые люди, вы даже себе не представляете, как вы плохо живёте. Ведь реально мы себе этого не представляли тогда. Жили, как жили. И это было за радость, это было за удовольствие. Вот, есть этот автомобиль, ура, он есть. Да я всё сделаю, чтобы он покатил, чтобы он поехал, поехал быстрее всех. Сегодня, сегодня, ну, как это сказать, сегодня вы имеете всё в сравнении с тем, что было у нас. У нас как бы ничего, а вы сегодня имеете всё. Мы имеем всё, я неправильно сказал. У меня то же самое. У меня нормальные автомобили, иномарка, я сегодня живу в этой же жизни, всё понимаю. Но когда так много всего, начинаешь выбирать. Вот неправильный подголовник, вот неправильный упор, вот у меня руль тонкий, и бог его знает ещё что. Человек всё время недоволен. Недоволен, что это хорошее качество. Это качество для дороги к совершенству. Не так много времени до конца нашей программы. Времени, отведённого нам в эфире. Ваша оценка современного автоспорта, раллийного движения. Вот, посажите всем, как было тогда. Что сейчас вот? Когда вы смотрите уже взглядом ветеранов. Ну, во-первых, я себя к ветеранам не причисляю. Это... Я только знаю цифру, которую я вижу в паспорте, а всё остальное во мне не изменилось. Я люблю ветеранов раллийного движения, не по возрасту, а людей, которые пришлись оттуда. Нет, почему-то я не знаю, поймите правильно. Я не люблю, когда ко мне представляют эту ветеранскую вот это вот название. Сегодняшнее ралли, сегодняшнее ралли, я говорю о спортивном ралли. Оно изменилось очень серьёзно по отношению к тому, что ехали мы. Спортивное ралли. Общие черты похожи, но сегодняшнее ралли требует мощного автомобиля. В те годы автомобиль, так сказать, больше решал умения, нежели сам автомобиль. Хотя автомобиль, если он был мощным, он помогал. Сегодня невозможна победа без серьёзно подготовленного, мощного, сильного автомобиля. Это самое главное. Я благодарю за то, что были у нас сегодня. Желаю вам успехов, желаю вам здоровья. Я напоминаю, что сегодня в выездной студии телеканала Автоплюс на 13-й олтаймер галереи были... Не буду произносить слово ветераны автоспорта, а люди, сделавшие для этого очень-очень много. Александр Кириллов и Игорь Левятов. Оставайтесь с нами, мы продолжим.